За последнее время я трижды был в Кемерово, в самом городе. Раньше проезжал по обводной, по объездной дороге. И побывав в Кемерово, ознакомившись с городом, с людьми, где-то даже в комментариях к видео сказал, что мне город очень понравился тем, что какая-то добрая аура, атмосфера в городе, люди, с которыми я общался на вокзале, в гостинице, в магазине, в других местах, очень приятное впечатление оставили. И вот та трагедия, которая сейчас в Кемерово, просто в голове не укладывается, столько много погибших, детей несмышленышей, просто сердце разрывается. Трудно как-то комментировать трассу. Уже по телевидению, уже по всем каналам практически обсуждают эту трагедию, эту беду. Выдвигаются разные версии, то что пожар возник из-за короткого замыкания. Тогда напрашивается вопрос, почему не сработало устройство защиты, так называемое УЗО. Оно было или неисправно, или вообще не было установлено. Вторая версия, что был открытый огонь, якобы подожгли. Опять вопрос, почему не сработала система орошения, пожаротушения? Неисправно или не установлена была? Третий вопрос. Очень много погибших от подушливого дыма. Снова вопрос, почему не сработала система дымоудаления, или тоже была не предусмотрена. Это вообще катастрофа. Это даже, даже слов нет, передать чувство возмущения. Управляющая администрация торгово-развлекательного центра самоустранилась, передав все права обслуживающей компании. Алчность обслуживающих компаний общеизвестна. На работу принимают вместо специалистов кого угодно. и трактористов, и водителей, я не знаю, там, доярок, поваров, продавщиц, кассиров. И люди, не имеющие малейшего представления о системах, им доверяются вот такие важные моменты. Такие важные должности. Постараюсь комментировать трассу. Двигаемся по Горьковскому шоссе. Московская область. В сторону Владимира. Впереди населенные пункты Нотавы, Ожерелье. Ожерелье. В этой поездке не обошлось без приключений. Уже в Курганской области. Но это будет происшествие, когда будем находиться. Ну, второй день движения. Какая серия будет, я не знаю. Там от встречного автомобиля отлетела березовая полена и пробила передний бампер автомобиля. На видео я постараюсь этот момент замедлить. Потому что все это вдоль секунды. Просто заметил, что мелькнуло что-то темное. И удар в автомобиль. Остановившись, увидел, как из бампера торчит полена. К несчастью, это было не одно приключение. Впереди город. Ограничение 60. Вторая неприятность случилась. Об этом я, правда, узнал вблизи города Чулым. Не получился аудиокомментарий на видео. Или я по ошибке отключил микрофон, сам того не желая. Или он сам отключился. Неплохой видеорегистратор. Но расстройство было сильное. Когда увидел, что порядка 700 километров было пройдено без аудиокомментария. Хотя было много интересных моментов. было много подсказок, которые диктовал на видеорегистратор. Отказала от GPS-антенны видеорегистратора. К счастью, был запасной резервной Окинори. И вот, начиная от Чулыма и до Кемерово, запись вел на видеорегистратор Окинори. Почему не пользуюсь Окинори постоянно? там плохо пишет микрофон. Небольшие затруднения на дороге. Ремонт дороги. Трасса М7. Впереди город Киржач Московской области. На самом вечере от торгового центра уйдут люди с цветами и мягкими кружками в руках. Ночью стоят вместо трагедии со слезами на глазах. Город настолько маленький, что это коснулось бы вообще от Англии все. Здесь очень много людей всегда было. И в длинные дни. Тем более, и по-другому. Людейшек, конечно, порядка и всех на этой жены. Это очень большая большая. По-другому, да, ученые ее была очень большая игрушка. Лcriptions с tres motivated в таком изалимии. Г successful trails по стуле открываются в помещении Двигаемся в сторону Покрова. Трасса М7. Маршрут Москва-Кемерово. По этой дороге буду проезжать вновь. Спустя, наверное, неделю, может быть дней 10, маршрут будет Москва-Красноярск. Город Покров проезжает. Двигаемся в сторону Покрова. Покидаем покров. Двигаемся пока по Московской области. Покидаем покров. Не знаю, что говорить, но ничего нового не идет. Впереди населенный пункт Новые Аматищи. С левой стороны Олимпийский населенный пункт. Впереди река Чёрная. С правой стороны Сосновый Борн. С левой стороны Сосновый Борн. С левой стороны Сосновой Борн. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слева и справа огромные лесные массивы. С правой стороны река Ольховка. Впереди населённый пункт Анина. Новая Анина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Справа много населённых пунктов. Перечислять не буду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проезжаем Новая Анина. Улица Шоссейная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впереди по ходу движения. Город Петушки. Впереди на первый пост АПС. Агромационная 60. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, уезжаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кошмар. О, господи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА След за петушками идёт населённый пункт Старые Петушки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С левой стороны река Берёзка. Чуть дальше река Нечмерка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С правой стороны по ходу железнодорожная ветка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впереди недалеко населённый пункт полухода движения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трасса М7. Волга. Слева по ходу движения Деревня Пехша Деревня Пехша Деревня Пехша Движение по Московской области Деревня Пехша 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 С левой стороны по ходу река. С правой стороны река Крутинка. Хочу сказать, что в Омской области есть поселок, называется Крутинка. Недалеко от нее, от поселка Крутинка в Омской области, хорошее место для остановки ночевки привала. Называется Мотель Уют. Вот так, между прочим. Подъезжаем к городу Лакинск. Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 60. Между Лакенском и Демидовом Практически нет пустоты. Два населённых пункта Лакенск и Демидово сливаются. Вот стоят шумовые бойники. Приезжаем. Почти проехали. С другой стороны железная дорога. Железнодорожная ветка. Проехали Демидово. Впереди Норша и Конина по ходу движения. Впереди Норша и Конина. Много рекламы на канале. Подъезжаем по моему границы Московской области. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Мы давным-давно покинули Московскую область. Вообще мозги не работают. Ничего не соображаем. Поляна. Надо же. Уже километров 70. Двигаемся по Владимирской области. По полным кольцам. Попробуем. Уже километная ветка. По полной кольцам. Полина. Впереди. Показали. Показали. Субтитры делал DimaTorzok К развязке объездной дороги Владимира Вот тут объездная дорога Владимира Впереди опасный перекресток Ограничение 70 Можно и через Владимир ехать По карте это короче Но кто-то опасаясь пробок Застрять в пробках Перспектива невеселая Впереди мобильный поезд ДПС Контроль скорости Ограничение 90 Интенсивность движения невысокая Не очень высокая Субтитры делал DimaTorzok Объездная дорога вокруг Владимира Настолько помню Всегда была в хорошем состоянии Впереди мобильный поезд ДПС Контроль и разметки Ограничение 90 Впереди опять речка Черная Я уже как-то говорил, что самое популярное название в России Речка Черная Это 59 файл Я для себя говорю Впереди развязка Чтобы заехать на Владимир Впереди мобильный поезд ДПС Ограничение 90 Впереди мобильный поезд ДПС Впереди мобильный поезд ДПС Сергей из Хорватия, и Албайя, анализ, позволяющий «И» не остановился в причастности деятельности России к Томинскому получающему политику, этот анализ вызывает у меня еще больше сомнений, между чем смысл вашего уважаемого свидетеля, потому что это вообще-то бред, и в Никитарусе к этому не является, и для российского внешнего взаимодействия мы в Томинске, в Томинске, в Томинске, в Томинске, прозевал мост через речку Черная, она перед развязкой была. По-прежнему двигаемся по объездной дороге, по объездной дороге Владимира, с левой стороны, наверное километров пять, сам город Владимир. «Иногда я комментирую в автомобиле что-то говорю». Тщательно в том, что это сделать невозможно и подготовить вас не получится. И последний, с тем, чтобы от зрителей у вас не приколит, в какой-то пристрастности у вас в нашем визуале, я хочу вам поздравить на вы обратитесь и сказать, что в тех случаях, когда вы будете обращаться, вы спросите компетенцию «Устраль», если полиция не отвечает, безусловно, вам в них оказывается вся необходима правовая комиссия для сроков расистской истории. И вы везете на произведение в рамках. Это очень вкусно, я согласен. Послушай, я хочу сказать, что сейчас в порой считаем, где-то на какие-то пристрастие, в порой считайте, что у нас не века не было, но не было. Это было такое такое, которое делает ЛАД, а так это и созвучно. Так это неизвестное. И у нас было то, что было не видно. Промааааааааааааааа. Это в косарейте, а в то же время на это время, чем в заключении, и с благодаря этого, мы видим, где-то можно наставку. Приверство региона, в том числе. Вот по карте смотрю, что по объездной ехать по расстоянию, что через Владимир. Примерно одинаковые расстояния. Но объездная, говорю, она без светофоров, без перекрестков, развязки. У нас отвергли волонтеры, которые сейчас помогают вам, Дмитрий Хрисаткин, а потом устроены в детстве. Музыка Примерно одинаковые расстояние. Елена Елена и Соня из Центрки. Соня сегодня утром пришла, а Елена провела всю ночь в Торговый центр. А фигурочка-фигурка называется Элла Райденова, потому что они за непопытство пришли посмотреть, подождать, они пришли, желание помочь людям. Но вот как это помогли, какая надпись им для правильной ехать по странам, что бы не может, кто-то, кто ждал, кто потеряет все эти идеи? Слева населенный пункт Драгданцево, справа Чемерево. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости, ограничение 90. Ну а так, лесные массивы, леса. Впереди мобильный пункт Драгданцево, справа Чемерево. 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 С левой стороны Мичурина. Видно и места для отдыха в мотеле. Подъезжаем к развязке, где объездная дорога соединяется с дорогой, которая проходит через Владимир М7. Перед Владимиром она на две части разделилась, объездная и через Владимир. И вот теперь на выходе они опять за Владимиром соединятся. Подъезжаем к развязке, где объединяются два рукаватной дороги. Теперь наш путь в сторону Нижнего Новгорода. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Деревня Дмитриева. Небольшая деревенька. Продолжение следует... то что могли. Я не могу поставить, в частности, что все улетели и надеяться на то, что это где-то столько с поля, и мы там не взяли. Я не могу, я все просто не прав, я тоже на специальный сайт не прав. Но, по самому деле, все правил, которые говорят, все знают, что это так. Все знают, как это все будет строить. Все 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 знают. Поэтому, я честно скажу, мне кажется, что сейчас есть смысл. Но, как верующим людям, взяты с автомобилем дома, или хотя бы какую-то группу за там собраться на лице, не только, но и в общем, но и, конечно, в особую степень, в особую степень из-за тех людей, которые потеряем их. Заживаю, начните, провидшие, где наружу нападают? Заживаю, что на нашем начале, в том числе, зажива лопат championship алейкурат, на эту С левой стороны по ходу Пестово деревня, чуть дальше деревня Сенино. Будет мост через реку Арга. Сининские дворики. Сининские дворики. Сининские дворики. Жуткая трагедия, не дай бог. Жуткая трагедия, не дай бог. Сининские дворики. Сининские дворики. Оскоро появится. Впереди город. Ограничение 60. Населенный полос объявляет Село Павловское называют город. Может быть его город, не знаю. День для страны. Страшное гранили Кемерово. Нечная между прочностью России. Первая история. Действительно, еще не было. Восемнадцатый страны. Первый слайд событий. Неделя на сборе. Самое тяжелое дипломатическое обоцнение между Россией и странами и Западом Принциплина Кемерово заявил, что Россия уже готовит ответственные шаги. Они будут разработаны в мире. Представленную президенту, окончательное решение, конечно, занят. Об этом расскажу, но прежде. Неполесимая прогезди в Кемерово. Пожар с торговым центром Зимняя Вишня. 64 погибших. Вашингтон 7. Кошмар. 64 погибших. Богослови. Богослови. Ни слева, ни справа не вижу населенных пунктов каких-нибудь. Лесные массивы и квадратики полей. Богослови. Ни слева, ни справа, повторю, не видно ничего, к чему можно было бы привязаться. Впереди река Тара, ну вот радар, детектор среагировал, где-то стоит. Ладарная установка, а может быть в каком-нибудь автомобиле. По-прежнему никакой привязки по краям не вижу, но только мост через реку Тара и впереди деревня Симонцево. 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 Справа. Симонцево. это не закрыто, но не было… Молодец… Молодец, Господи, не проводил кошмарную цифру из 64 погибших оформленных 27 человек Это у Симонсова. С левой станции по ходу движения Вязовка, поселок станции Мастера. Поворот будет с трассы. Левый поворот. И только на сколько нужно будет продолжаться поисково-спасательной работе. То есть, когда вдруг работа все-таки нечего. Это ключевая лица. Здесь с левой стороны вы видите. Поход в палатке уничтожен. Тиль пола и главная освещательная комната. Здесь сегодня мы видели несколько лет назад. И Дарусьевского предет. И министра администрации. И министра здравоохранительных актеров. И все они погнились. И если я, пожалуйста, выясню причину. Я, пожалуйста, вы оказать содействие вооружения погибших. И, конечно, для того, чтобы найти тех самых шутких прохваток ведрости. Расскажите, пожалуйста, как сейчас походит операция. Что делают ваши ребята. Я хочу сказать, что более суток уже не стыкнулся. С 4 РПК, да? Прямо по курсу. Лихая кожня. Дальше Ковырково. С правой стороны. На расстоянии километра, наверное, Малый Холм. Прямо по курсу. Мы не проверим полюсу 5 сантиметров в этажах здания. И не найдем последнего пропасывания. Мы сегодня, прямо пару часов назад расскажем, что эпицинка как раз находит в экране где-то в охране. Вот мы видим сейчас, правая высоких охрана работает на примерно 30-метровой, да? 50-метровой высота. Да, обрешение предназначено. То есть, интенсивный алгоритм 4-го днажа предназначено обрешение медикрытия. Вот, на данный момент у этого парка днажа вы полностью запретили. Сейчас, с помощью высотки права, литерного крана, мы... Впереди город, ограниченный 60-й. Правда, я думаю, что вы пожарные, и есть определенные у вас обязанности, и вы обедете сейчас с честью и достоинством. Вы такую фразу сегодня произнесли буквально пару часов назад. Заблокировали пути эвакуации страшные. Что это, и что это значит? Эти двери просто-напросто были закрыты, а не только подключаются. Это было опоздание, так как проводили тогда предназначение пожаров, а многие изделия происходили с крылах гидравлическими военными спасательными оборудованиями, так как они были в СССР. И сколько ваших оборудований? Впереди город Вязники. Ну, это будет, наверное, чуть попозже. С правой стороны Октябрьский. Кика или Кика справа. Прямо по ходу Чудинова. С левой стороны Большие Лепки. С левой стороны Большие Лепки. С левой стороны Большие Лепки. С левой стороны Большие Лепки проводят поисково-спасательные операции внутри. Здание, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Не может быть, не только инпроводция о том, что 2 тысячи на позади это оказывается, подтверждается, а именно о том, что уже заблокированы пути от города. Как такое может произойти? Сколько вопросов, на которые еще повторюсь ответить? В общем, для работы здесь находится представитель свежего импетера. С левой, где целая группа, прилетела из Москвы во двое с востритом. Они проводят оперативные мероприятия. Возникает сейчас миллисекундную, уже темно, в дело внизу, но продолжают работать в скучных группах за моей стеной. Это продолжает работать в скучных группах. Я провела все работы для того, чтобы установить серфа. Вязники обходим с правой стороны. По улице Железнодорожной. Через город Вязники проходят три реки Свестишну, Волшник и Болжанка. Довольно-таки крупный населённый пункт. Город. 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 У нас со светофором практически заканчивается объезд Вездников. У нас со светофором практически заканчивается объездом. У нас со светофором практически заканчивается объездом. У нас со светофором практически заканчивается объездом. Спокойно покинули Увязники. По объездной объехали. Впереди населенный пункт с левой стороны. Далеко слева вдоль дороги практически тянется река Клезьма. Причудливое русло, такой узор. С правой стороны ручей по всей вероятности пруд дали река Трема. Трема. Дальше. 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 Я вижу населенные пункты вдоль дороги, но на карте они не отражены почему-то. Названия нет. Близко к трассе проходит река Клязьма с левой стороны. С правой стороны походу деревня Литовка, с левой стороны в отдалении Хабалева. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На карте видно, что поля перемежаются с лесными массивами. Заканчивается серия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом заканчиваю комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok